В это день, 25 апреля, родились Николай Щукин, инженер, проектировщик поездов, создатель первого в мире керосинопровода по Кубатуме. Фёдор Плевако, самый знаменитый и успешный адвокат Российской империи. В начале 20 века его имя стало нарицательным, обозначая любого адвоката экстракласса. Один из писателей отметил его начитанность, библиотека его всеобъемлющая, а лучшие златоусты сравнивали его с Цицероном. Сам Чехов написал целый панигирик его красноречию, образных выражений, хороших мыслей и других красот многое множество. Сколько бы Плевако ни говорил, его всегда без скуки слушать можно. Весной 1866 года началась судебная реформа Александра Второго, вероятно, самая удачная из его великих реформ. Она дала старт новой профессии адвоката. Одним из первых в своем роде был Фёдор Плевако. Своё дебютное дело он проиграл, но сразу врезался в память всем, своими вескими аргументами, гладко речью. Вскоре его уступления просто перепечатывали газеты, они становились известны на всю Россию. В христоматии вошла его защита нищие старухи, укравшие мелочь. Много бед и испытаний пришлось перетерпеть России более чем за тысячелетнее существование. Печенеги терзали её, половцы татары, поляки. 12 языков обрушилось, на неё взяли Москву. Но теперь старушка украла чайник ценой в 50 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит. От этого она погибнет безвозвратно. Суд женщину оправдал. Плевака был известен и лютероческим делом о взбунтовавшихся против несправедливости крестьянах. Но дела революционеров, бомбистов он всё же старался не брать. Человек он был хоть и добрым, как-то ответил про его общение с явными недругами. А что же мне их судить? Но был и весьма консервативным. Вошёл в партию эктебристов, поддерживавших монархию. Был известен как церковный староста в Успенском соборе Кремля. Когда Плевака умер, вся Москва провожала его. Как отметила газета, вчера Россия потеряла своего Цицерона, а Москва – своего златоуста. Также 25 апреля родились Никита Карацупа, легендарный советский пограничник. Семён Будённый маршал, знаменитый конный командир гражданской войны. В этот день, 25 апреля 1880 года, основано Дальневосточное морское пароходство, одна из крупнейших судоходных компаний страны. 25 апреля 1920 года польская кавалерия начала наступление на Киев. Иногда эту дату считают началом Советско-Польской войны. Война закончится в следующем году тяжёлыми потерями обеих сторон. 25 апреля 1934 года было принято постановление о переводе Академии наук из Ленинграда в Москву. 25 апреля 1945 года состоялась историческая встреча на реке Эльба советских и американских войск в ходе Второй мировой войны. Советские и американские войска шли навстречу друг другу, рассекая гитлеровскую Германию пополам. Этой встречи ждали, желали, немного побаивались. А ну как будут какие-то провокации? А если случайно союзники начнут стрелять друг друга? Долгожданная встреча состоялась на реке Эльбе. Один из участников этого символического события вспоминал. Увидели серию зелёных ракет. Мы, как было условлено, ответили серией красных ракет. Из-за домов вышли солдаты в касках, не похожих на немецкие и в незнакомой форме. Мы не понимали друг друга. Тогда я повернул его лицом к Эльбе и указал на крейниц, а затем показал этот же посёлок на карте. Мы поняли друг друга и рассмеялись. День был солнечный, тёплый. Наши солдаты впервые ходили в полный рост. В какой-то момент как будто прорвало плотину. Солдаты в разной форме кинулись друг к другу, обнимались, целовались, дарили подарки. Как вспоминал американец Бен Кэзьмир, «Никогда в жизни я не целовался со столькими людьми». Но в воздухе ощущалась близость войны. 25 апреля 1956 года в СССР отменена уголовная ответственность за рабочие прогулы. В стране победившего пролетариата, победившего социализма и настоящей демократии, в 1940 году, ещё до начала войны, установилось просто драконовское рабочее законодательство. СССР не только перешёл на семидневную рабочую неделю без выходных, но в нём появилась особая уголовная статья за опоздание на работу и прогулы. Рабочие и служащие, самовольно ушедшие из предприятий или учреждений, предаются суду и по приговору народного суда подвергаются тюремному заключению сроком от двух месяцев до четырёх месяцев. Меньше чем за три месяца по этой статье было осуждено более 900 тысяч человек. Надо добавить, что каждый намертво прикреплялся к месту работы без права увольнения, без визирования начальства. Настоящие послабления в трудовом законодательстве пришлось ждать до хручёвского времени. Таким был этот день, 25 апреля.